Я когда один раз не приехала по болезни, там говорили, что девочки прям прыгали от радости, что романетки нет. 4-й, 45-й. Спортивная школа Могилева, где растят лыжников и конькобельцев, отпраздновала очередной юбилей. К празднику подоспели и новые имена чемпионов. Старался четко сделать, в принципе, никуда не лишних движений. И в основном сделал два движения хороших смеси и 4 балла этих я выиграл. Мой тренер чемпион мира по вольной борьбе. С гордостью говорят эти девчонки и добавляют. Действующий чемпион мира. Спорт М узнала. Быть лучшим на планете можно и далеко за 60. Все, встали. И теперь пробуем следующую работу. Прямой удар руками. Лоу-кик по-могилевски. Быть маленькой, хрупкой и побеждать одним ударом. Учимся вместе с нами. Далее об этом и другом более подробно расскажет программа «Спорт М», «Спорт Могилевской области». Приветствую вас. Могилевская спортивная школа Олимпийского резерва номер 4 45 лет. Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, медали и кубки этих соревнований в копилке воспитанников. Школа знаменита своими лыжниками и конькобельцами. Многие из них, заканчивая карьеры, становятся тренерами, но прекрасно помнят яркие мгновения спортивного олимпа. Я чуть не выполнила звание международника, но не получилось. Мне не хватило тридесятых секунды. Это было обидно, досадно. В принципе, я могла. Но мне сказали просто легко пробежаться. Потому что мы хотели выполнить это звание на тысячи, на завтрашний день, а полуторку просто проехать настроиться. Вот она мне почему-то запомнилась на всю жизнь. Как она мне легко давалась и как мне не хватило тридесятых секунды. В принципе, в то время это был еще Советский Союз и было очень тяжело выполнить на естественную льду. Но я уже потом выполнила только через год. Сегодня Людмила Костюкевич передает свои знания новому поколению спортсменов. В лыжных гонках есть различные дистанции. Что нравится в первую очередь вам и в каких дисциплинах вам ждали? Мне нравится. Бывает дистанция, будь дистанция, бегать, 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 ждать. А есть какая-то любимая трасса в Беларуси? Полыжка в счет. Класс. Это, наверное, самая родная трасса. Там я сколько вот снимаюсь, там, если я на прозе. Конкурентной сегодня становится и Могилевская школа конькобежного спорта. В четвертой уже вырастили талантливую молодежь. Среди них Анна Романенко. Гроза всех соперниц. Победитель, призер различных международных соревнований. Очень любит побеждать в соседней России. Я была семикратная абсолютная победительница России. Каждый год мы туда ездили, я каждый год на соревнованиях привозила на всех дистанциях, я привозила золотые медали. Я когда один раз не приехала по болезни, там говорили, что девочки прям прыгали от радости, что романенки нет. Все эти ребята и сегодня прославляют свою школу. Уже скоро новый зимний сезон. Копилка медалей и кубков ждет новых наград и титулов. Владимир Мельков чемпион мира по вольной борьбе. Добавим, действующий. В основном он тренирует детей в школе высшего спортивного мастерства в Могилеве. Но на минувшей неделе побывал в Сербии и на чемпионате мира среди ветеранов показал лучший результат в своей весовой категории. Хотя поблажек заглянув в паспорт Мелькова, судьи не сделали. Но все равно регламент, как у всех, 3 минуты, 2 по 3 минуты и 30 секунд перерыва для возраста такого пожилого, это очень тяжело. Ну, ваш финал как прошел? Старался четко сделать, в принципе, никуда не лишних движений. И в основном сделал два движения хороших смеси и 4 балла этих я выиграл. И так этот финал остался до конца. Владимир Анатольевич вспоминает, последний раз на ковер выходил года 4 назад на республиканском чемпионате. С тех пор держал форму в спаррингах со своими подопечными, но по-настоящему не боролся. А тут предложили друзья. Теперь чемпион планеты думает, а не повторить ли успех через год. Глядя на него, прибавляют и эти девчонки. Все-таки тренирует их действующий чемпион мира. Дополнительная мотивация. Но об этом мы расскажем в следующий раз. А пока Спортэм сам решил попробовать свои силы и отправился на тренировочный день. Люда, здравствуйте. Здравствуйте. Научите меня драться. Людмила Числова. Двукратный чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира. Мастер спорта по тайскому боксу. Чтобы нам начать, нам нужно хорошо размяться. Начинаем двигаться, разминаем шею и поработали корпусом. Влево, вправо. Да, здесь корпус. Размялись. Все, встали. И теперь пробуем следующую работу. Прямые удары руками. Раз, два. Молодцы. Ручку старайтесь свернуть. Вот, по моей ладошке. Чувствуйте ударчик, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тайский бокс или муай-тай – боевое искусство Таиланда, произошедшее из древнего тайского боевого искусства муай-баран и схожее с другими индокитайскими боевыми искусствами. Муай-тай означает «поединок свободных» или «свободный бой». В современном муай-тай можно наносить удары кулаками, ступнями, голенями, локтями и коленями. Из-за этого муай-тай называют «боем восьми конечностей». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, бить надо, не подпустить меня. Все, я подошла к вам. Не пустить меня. Ой, отлично. Супер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вам тренировочка? Как себя чувствуете? Чувствую себя замечательно. Было очень классно. Спасибо вам. Чувствуете, что можете на улице там уже что-то пробить? Ну, я думаю, что да. Я скажу по-другому. От процесса тренировочного переходим к самим соревнованиям. Выходные будут интересными и насыщенными. Могилев порадует сразу несколькими турнирами. Во Дворце гимнастики проходит чемпионат стороны по спортивной гимнастике. И уже в субботу нас ждут финалы. Недалеко оттуда в спорткомплексе «Олимпиад» сразу два события в один день. В субботу здесь пройдет матч первого тура чемпионата страны по мини-футболу. Витебский Витен, который и в прошлом году играл тут в свои домашние игры, будет принимать Микошевичский гранит. Начало встречи в 13.30. Кстати, любителям мини-футбола в этот день придется выбирать. В зале Облдорстроя на улице Вавилова еще один матч первого тура. Теперь уже настоящие хозяева площадки. Могилевский форт и принимает Минскую охрана «Динамо». Игра также начнется в половине второго дня. Ну а чуть позже и вновь в «Олимпийце» ждем любителей гранитбола. Также чемпионат страны Могилевского «Машека» стартует в сезоне матчем против Минского «Витязя». Это противостояние зрители могут увидеть с 17 часов. В горках на ледовой арене с пятницы по воскресенье детский хоккей. Турнир «Джуниор Челлендж». Девятилетние мальчишки из Беларуси, России, Чехии, Украины будут сражаться за титул сильнейшего. Будет интересно. Ну и молодежная хоккейная лига, она уже взяла старт на этой неделе. «Динамо» Шинник продолжит домашнюю серию в пятницу матчем против Красной Армии из Москвы. Игра стартует в 18.30 на Бобруйской арене. А в воскресенье еще один поединок. На этот раз в соперниках у Шинников клуб «Амурские тигры» из Хабаровска. Начало в 13.30. Не пропустите спортивные выходные. На сегодня это все. Это была программа «Спорт М» в спорт Могилевской области. Прогревайте заниматься спортом, и все у вас получится. Жестнее вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова